Привет, дорогой друг! С тобой снова я, Офинерс. Усаживайся поудобнее. Сегодня я расскажу тебе про топового мидера на текущий момент. Это очень сильный, классный, мощный мидер и одновременно мега сложный мидлайн Кассиопея. Это нестандартный билд, в котором Кассиопея раскрывается через лейт, где она качает ешечку, долго-долго сноуболится, разгоняется и потом начинает тащить. Нет, наоборот, этот билд основан на ранней игре, на ранней доминации, где мы пытаемся уже с первых ловелов, собственно, убивать противника. Все это делается при помощи Хараса через кушку. Ее-то мы с тобой и будем качать. Также берем агрессивные Саммонерки Игнатик, да, здесь используется в билде стартовый Люден, который позволяет нам взрывать просто врага. Ну и, естественно, агрессивные руны, такие как Комета, полная сосредоточенность, Ожог и так далее. Все это ты сейчас видишь на своем экране. Так что наливай чаек и поехали тащить. Сразу оговорюсь, это мега сильный, мощный, мощнейший чемпион, но на которого я не делал гайд. Причем не делал довольно длительное время, билд этот появился уже давно, но не делал его сознательно. Потому что я ожидал, что Кассиопею просто уничтожат в ближайших патчах, ее просто занерфят и она станет неиграбельной. Но Кассиопея осталась жива, она стала слабее, но она все еще мега сильна. Это один из сильнейших, в принципе, мидеров на текущий момент на мидлайне. И я решил как раз-таки про нее тебе рассказать. Ну что, давай, собственно, приступать. Стоим мы против Ари. Билд этот идея заключается именно в максе через кушечку. Мы качаем через кушку и мы просто имеем катастрофический харасс, потому что скейлинг у Кассиопея на кушке огромный. Как видно, да, мы попали вот буквально два раза кушкой, она уже потеряла поушин. А нет, подожди, поушин она не теряла. Да, она поушин не теряла, у нее просто здоровье много отлетело и ловлап там произошел. Так, вторым мы, естественно, качаем ешку. Наша задача на лайфазе стоять очень аккуратно и стараться по возможности как можно больше попадать в нее кушкой. Но при этом самое главное супер сильно не запушить, иначе мы можем получить ганг. Если она загангует, то до свидания, собственно. Кассиопея очень гангабельный чемпион и этот билд, собственно, способствует гангам, потому что ты играешь агрессивно и, собственно, подставляешься. Также нужно здесь, кстати, камень внизу, надо будет прижаться кверху. В этом билде очень опасно, так сказать, спамить кушкой от балды. И вот я сейчас стараюсь все-таки попадать по противнику, ой-ой-ой, не добил телегу, это плохо. Но если спамить просто так от балды, мол, кинул куху и нормально, там, туда-сюда, ты моментально просядешь по мане. То есть я вот сколько, я совсем чуть-чуть выдал кушек, но у меня уже мана нету. То же самое и связано с ешкой. Ешкой практически нельзя пользоваться. Не дай бог, ей очень сложно добивать крипов, она мало урона в Йорле дает. Вот, и даже, по-моему, меньше, чем автоатака, но либо на пару урона больше. Ну, то есть это реально рискованная тема. Автоатаками ты не всегда добиваешь крипов, да, то же самое и ешкой. Но при этом она тратит огромное количество маны. То есть сорт маны это реально много. К сепе и так, вот я сейчас, например, не добил, у меня урона не хватило. И я добил хоть через автоатаку, но все равно, собственно, я остался без маны, да. Это плохо. Вот именно поэтому мы используем вот это кольцо. Оно нам хотя бы позволяет стабильно на лейфазе иметь ману. То есть она плюс-минус регенится, не быстро, но регенится. Противник проседает, и это вот, в принципе, достаточно, чтобы стоять. Все, хорошо, у Арии минус игнайт. Мы сейчас попробуем ее за это наказать. Так, 50 маны у нас, 60, вернее, стоит кушка. Кушку, тем более, вот как раз понерфили, она теперь еще больше маны стоит, и это, конечно, проблема. Но нужно именно вот хорошо привыкнуть к кушке, к попаданию к ухой, и тогда проблем не будет. Вот если мы сейчас, в принципе, попадаем к ухой, слыша, кидаем игнайт, то мы ее забираем. Так, это мы и попробуем сейчас организовать. Ах, не попал. Жалко. Придется еще ждать. Возможно, за следующий заход мы уже не успеем убить. Так. У нас зато есть... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 70. 70 маны стоит. Все, хорошо, попали про кастом. Флэш ку игнайт до свидания, она отлетает, еще я автотачку туда дополнительно закинул. То есть, как видно, урона с кухи, ну, мега много. И все это основано на харассе. То есть, у Кассиопея очень большая дистанция. У нее очень много урона наносит ее, собственно, сама кушка. Но она имеет хорошую синергию с... Так. Ай-яй-яй, не добил. Она имеет хорошую синергию с кометой, потому что каждый прок кушки, когда она тикает, этот прок кушки, собственно, кдэшит нашу комету. То есть, комета очень быстро откатывается. Почему, собственно, Кассиопея играет через комету? Тут все дело вот именно в этой синергии. Мы попали, грубо говоря, кушкой. Комета откатывается, залетает по противнику. Противник теряет кучу здоровья. Комета, грубо говоря, там к следующей кушке у нас снова есть комета. И он снова теряет кучу здоровья. Нет, нацелено вот на леймфазу, чтобы разносить врага. Естественно, раз мы играем в такую агрессивную Кассиопею, в агрессивный билд, в Йорли Гейм. Как ни странно, все привыкли, что Кассиопея это лейтгейм. Раньше она всегда качалась через зубы, через ешку. Но зубы требовали огромного количества маны. Ей нужны предметы, чтобы она раскастовывалась. То тут, как бы, это Йорли Гейм Кассиопея. Она в самом начале один из самых жестких Йорли Гейм чемпионов. И как раз покупка Эхолю Дэна усилит нам Йорли Гейм. Нам здесь, у нас не будет много затрат маны. Поэтому кто там переживает, а как же там, а как же слеза, а как же руашка. Все нормально, все в порядке. Нам эти предметы не понадобятся, у нас не будет проблем с маной. Дело в том, что тут ешка вообще не качается. Если ешку не качать, то она дает очень мало... Ну, то есть стоимость ешки, она очень маленькая. Она почти минимальная. Грубо говоря, вот прок одной нашей ешки, он... Так, хорошо. Вот. Одна ешка, она 40 маны всего лишь стоит. Если мы будем качать, то там подсоточка уже разгонится. И будет, конечно, неприятно. Все, провардили. Нам еще будет комфортнее стоять. Ну и посмотрим, что у нас теперь. Опа, с апэшечкой сколько урона появится. А? Нормально, да? Ну, то есть и стоим, аккуратненько фармим. Опа, кушечку. Хорошо. Только желательно, конечно, смотреть, когда противник идет добивать крипов. То есть идет Ария, допустим, добивать крипца, да? А ты их, опа, например. Оп, ульту еще туда забросили. Ну. О, ну это, походу, отлетало все. Я ей туда куху закинул. Не знаю, отлетит она. О, комета. Метеоритом подстрелила. Ну, а так вот, то есть и раскастовываемся. Йорлигейм очень жесткий. Дэмаж нереально много. Противник у нас просто ничего не может с этим поделать. Так. Забираем сразу все это дело. Ну, естественно, лисинга ходит. Мы стараемся дать вэшку, чтобы она не отпрыгнула. Потому что вэшка не позволяет использовать рывки. А фэши, ульты и все что угодно ничем ты оттуда уже не выйдешь. Только своими шажками и пешочком выходишь. Хорошо. Забрали еще один килл. Вот Йорлигейм, да. 61 крип. Хороший фарм. В принципе, можно было даже лучше выформить. Ну, нужно больше праги. То есть нужно постоянно не наигрывать. Потому что все-таки фармить с ГСП сложно. У нее маленькая АДшка. Да. У нее не так много атакспида. У нее дополнительно... Ну, тут берется, естественно, АП-АП. Дополнительный урон. То есть, ну, никакого атакспида нет. Очень мало. Урона мало. Самая Ешка не Максиса. Мало урона. Но, естественно, фармить сложновато. Требуется практика. И если, в принципе, попривыкнуть, попривыкнуть. Особенно вот ранее ловала, когда мы автоатаками добиваем. Поэтому, кстати, кольцо тоже берется. Оно хоть дополнительный урон на автоатаке дает. С ним легче фармить. То у нас вообще никаких проблем не будет. Можно будет там выфармливать почти... Ну, грубо говоря, 100 за 100 и так далее. То есть, там очень легко фармить. Становится с хорошим навыком автоатак. Но нужна практика. Так, с нами, естественно, пингвард. Надо обязательно на Ксиопе покупать пингварды. Это все-таки безопасность. Без вижена она очень гангабельная. Один из самых гангабельных чемпионов. Легко на нее зайти. Да, конечно, можно выдать кушку. Например, там получить вот акт мудспид. Кстати, мы сейчас раскастуемся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но я его заберу, а вот этого я не заберу уже. Да, печально получилось. Не развернулся она. Не подставилась под мою ульту. Если подставился, естественно, я бы дал станы. Тогда точно забрал. Вот. Но, получается, Ксиопе она хоть типа и быстренькая, и все дела. Там вроде замедление ездит. Ты говоришь, почему она такая гангабельная? Потому что играет агрессивно. Вот как сейчас я. Твой плейстайл. Играя на Ксиопе. И он заточен на то, чтобы ты давил противника. Давил, 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 давил. А когда ты давишь, ты всегда будешь пушить противника. Ну, по-любому. При любом раскладе. Ты будешь толкать линию вперед. И тем самым, естественно, открываться под ганги противника. Противник у тебя будет там лесник бэби-ситить. У тебя будет куча геморроя. Поэтому без вардов. Ну, как бы опасно. Я здесь, кстати, не взял варды. Лучше всегда по два пингварда выносить. Это очень важно. Это была моя небольшая ошибка. Нужно было пингвард все-таки взять. Ну, Эхлюден мы тоже сейчас соберем. У нас, в принципе, сейчас все в порядке. Все хорошо. Мы играем. Все четенько. Так. Взяла на ботинки. Интересное решение, на самом деле. Ей сложновато будет фармить без АПшки. С нормального количества. Вот не Исмана. У нее сейчас проблемы некоторые возникнут. Так, задоджили. Хорошо. Ну, вот видно, да? Опять очередной ганг. Ну, то, о чем я и говорил. То есть будет бэби-ситинг. Мы играем агрессивно. Опять же, стоило мне чуть подойти. Там, попытаться с ней как-то подраться. Потрейдиться. Тут же прибежал лесник. И говорит, я иду ее спасать. Что делать в такой ситуации? Ну, ничего. Не дают тебе подраться как бы. Прими как данность. Ага. Так, хорошо. Отходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Отлетел я. Опять. Ну, то, о чем я и говорил. То есть стабильный бэби-ситинг. Это неотъемлемая часть. И либо ты, как сказать, принимаешь это как данность. И пытаешься как-то убежать. Еще спастись. Не повезет. Ну, что поделать. Либо играешь пассивно. Но пассивный к Сиопе это плохо. То есть тут просто нужно смириться с гангами. Это как примерно играя на Дариусе на топлейне. Если ты играешь в соло на Дариусе на топе. То будь готов к тому, что очень часто в играх будут такие лесники. Которые будут тебя просто вот по КД бэби-ситить, бэби-ситить. Не, вот как хочешь с этим справляйся. В этом, конечно, минус к Сиопе. В этом ее сложность. Нужно предугадывать действия лесника. Нужно как бы, ну, балансировать на грани агрессии. Да, на грани килла. На своем предчувствии. Чтобы избегать лишних смертей. Тогда она вообще становится мощной. Ну, что поделать. Вот видишь, нас первый раз забрали. Так. Вернее, второй. Вот. Качаем кушечку. И, собственно, ну, видишь, команда зато... Зато, с другой стороны, когда так лесник много импактов носит на нашу линию, команда может расслабиться и спать спокойно. Потому что, понимаешь, как бы, там, играя в агрессию, все внимание лесника сконцентрировано на твоей линии. Если тебя получается балансировать на грани вот смертей, да, чтобы не умирать, чтобы при этом играть агрессивно, приковывать внимание лесника, то это вообще, ты, по сути, две линии закрываешь. Ты закрываешь свой имид, ты закрываешь еще и лесника. Потому что лесник другим делом заниматься уже не может, кроме как играть через тебя. Нужно тоже быть осторожным, иначе там парки лофт дать леснику. Лесник может соло потом затащить. Это очень опасно. Так. Ари, Ари, Ари. О, кстати, Люден, Комета. Ну, то есть сейчас вообще будет много урона у нас залетать здесь. Так. Хорошо. Ари, Ари, Ари. Желательно, опять же говорю, смотреть на своих крипов. И, то есть, когда Ари будет пытаться, например, ну, любой противник, да, будет пытаться подходить зафармить крипчик, ты именно кидаешь в то место, где он примерно остановится фармить этого крипчика. Тем самым у него будет выбор, либо фармить крипа, либо, собственно, подставляться под твой харасс. Ну, естественно, кто-то будет там и под харасс, и крипов терять. В любом случае, противник что-то теряет. Это очень важно. Так. Так что можешь, в принципе, играя на этой кассиопе, ни разу не убить за линию, но, допустим, противнику сделать 20 крипов на 20-й. Ничего этого хорошего для него не будет. Это он не получит то преимущество, которое я хотел. Так. 103 у нас крипа против 71. То есть, все равно, даже несмотря на ганги, значительно я перефармливаю. Люденчиком харассим, кометой харассим. Благо, комета прокует от Людена. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не получилось, да, у нас немножко тут. Ну, ничего страшного. Так. Так. Хотел бы с ней, конечно, подраться, но, опять же, не вижу лесника. Да и крипов у нас не так много. Позиции на линии нет такая хорошая, и подраться будет опасно. Поэтому немножко даем ей подойти. Что у него там по мане? Ага, все. Жалко, не прокнули. Ах, не попало. Кухой. Можно было бы наказать прилично. О, здравствуйте. И Кайн как тут, да? Тут как тут. Я говорю, он сидит именно на линии. Он никого не гангит. Он вот именно ждет нас. Он хочет нас кушать. Следующим, естественно, предметом основным на Кассиопею, после того, как мы купили Люден. Люден чем хорош, кстати? Мы быстро перемещаемся, постоянно его легко стакаем. У нас кушка там, демоши, все дела. Все это стакается, стакается и куча урона. Естественно, следующим мы берем рулай. Он позволяет нам вешать замедление. То есть теперь, если мы соберем рулай, попадая кухой, мы, по сути, решаем противника возможности нормально передвигаться. Что позволяет нам спокойно его кайтить. Попасть не просто кухой, ускориться, да? Так еще и противник замедляется, и он будет замедление постоянно обновляться в течение действия нашей кушки. То есть 3 секунды, это очень много. Что позволит его как бы законтролить спокойно, там догнать либо убежать. И с рулаем мы уже становимся более толстыми. Естественно, рулай еще и хпшку дает, но хпшка это очень важно, да? На Кассиопею, потому что он все-таки такой полуближник, полубоец ближнего боя. Она хоть может раскатить, но очень часто на нас будут садиться. Нам придется драться в мили-зоне, в какой-то вот близкой, в опасной зоне, в денджер-зоне, да? И, естественно, мы можем получить какой-то контроль от противника, либо просто инициацию, скажем, какая-нибудь Тирелля там прыгнет кошкой, нам придется танчить ее. Если мы соберемся в слишком сквишовый билд, нам будет тяжело. У нас не будет выживаемости. Именно поэтому мы берем предметы, которые еще и хпшку дают. То есть нужно выживать как-то. И, кстати, еще. Почему максиса вэшка? Потому что вэшка дает при максинге больше урона, чем ешка. Даже если она не полную длительность висела, все равно больше. Это очень важно. Так. Ага, хорошо, отходим. Ну, кстати, довольно опасно было. Опасный момент. Вэшка дает просто больше урона и меньше стоит маны, и плюс она увеличивает замедление, что довольно неплохо позволяет тащить каточки. Ого, как. Было рискованно, да? Довольно опасный момент. Кстати, ешку кусяпей под ядом хилит, и за счет этого можно, в принципе, восстанавливать себе здоровье. Вот вроде бы у нас сейчас мало здоровья, да? Но мы можем пойти, например, забрать петушков, и как ты видишь, у нас уже даже здоровье, даже отхилились. Не то, что там, типа, ушли в минус. Даже в плюс. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, фуловые, фуловые. Главное мана, чтобы кдшилась. А мана у нас... У нас мана есть. У нас, как бы, есть блубаф, поэтому с блубафом каточки почти не выгоняемая с линии, но очень сильна. Так, харас пошел. Пошел, ребятки, по нам харас тут. Не дают нам свободно стоять на линии. Ну, в принципе, понятное дело. Так. Редко, когда дадут стоять свободно к эссеопее. С другой стороны, если дадут, то это незабываемое ощущение, когда уничтожаешь все движущееся, и недвижущиеся двигаешь и уничтожаешь, да? Так, я не понял. Я вроде в нее попал, но... Печаль. Не было вижена. Пинквард зарешал. Лысый тут. Пошел, пошел, лысый. Не, не пошел. Ну, и берем, естественно, хпшечку, после чего уже будем стремиться к Рылаю. Рылай нам очень сильно поможет. Он нас бустанет. Перевратит просто в монстра. В монстрецкого. В монстроозного чемпиона. Так, собрали мы здесь у нас... Сколько у нас, кстати, Дерлая? Дерлая 915. Ну, кстати, в этой ситуации можно даже еще взять хпшку. Она будет полезнее, чем если бы мы просто, допустим, вышли без нее. Там же 4 золота мы точно зафармим. И как раз возьмем рулайсбека. Так. Интересный момент. Ой-ой, не доиграли чуть-чуть. Она не досталась ульты. Ой! Сама себя убивает! Тарь не стал доигрывать. Зря, конечно, могла забрать. Хоть хотя бы килл в килл, чем просто так умирать. Вот. Мы могли бы, собственно, естественно, взять... Там... Пойти накопить 100 золота. Естественно, мы бы накопили. Мы 400 накопим. А из этого фолианта мы соберем уже маску. Нам маска тоже будет нужна. Естественно, синергия с нашей кухой. Естественно, синергия с замедлением. Это очень важно. Ну и ломаем здесь сейчас вышку. Начинаем ее потихонечку грызть. Грызем. Грызем. Так. Хорошо. Но, ребят, я вам сразу скажу, кто вдруг решит. Попробовать Кассиопию в этом билде. Это опасный чемпион. Ну, в том плане, что это сложный перс. Это сложный билд. Он требует практики. Он требует навыка. Он не для новичков. Потому что здесь нужно иметь хорошую реакцию. Здесь нужно уметь хорошо управлять чемпионом. Здесь нужно уметь доджить. Здесь нужно уметь попадать с киллшотами. Причем постоянно. Здесь нужно уметь контролировать ману. Здесь нужно уметь избегать ганги. То есть здесь очень много разных факторов. И очень такой, типа, сложный персонаж. Пожалуй, для тех, кто хочет как-то проверить свои силы. Либо уже для опытных, сильных игроков. Этот чемпион. Ну, либо там для средних, да. Он зайдет хорошо. Но это вот не то, что, типа, там, взял какой-то там однокнопочный перс. Для любителей попотеть, так сказать. Зато это все, конечно, окупается. Перс очень интересный. Он именно такой динамичный. Ты прям пэу-пэу двигаешь там. Шу-шу-шу-шу. Ну, это классно. Приятно на ней играть. Так. Хорошо. Опа, Кайн. Ну, иди сюда, хороший мой. Так. Окей. Давай запусываем тогда линию. Ари у нас нету. Она на бот пошла. Тут мы ничем помочь, к сожалению, не можем. Тут ребята сами так далеко зашли. Слишком далеко зашли, ребята. Это было слишком уже. Так. Ну и забираем вышку. Вышка даст нам золото. Забрала я все-таки Кайна, но и Ари меня забрала. Постоянно вдвоем, да? Вот заметил. Постоянно как бы ты стоишь один в два на линии. Это вот неприятный момент игры на Кассиапеи. Ну ладно. Мы сейчас тогда выходим сразу в хпшку. И наша цель собрать маску. Маска нас еще сильнее усилит. Дело в том, что наконец у нас появилось замедление. Мы теперь замедляем противника при попадании кушки. Теперь мы можем легко кайтить. Там убегать. Догонять. Все что угодно. И при этом мы еще теперь имеем усиление нашей кушки. То есть пока висит кушка на противнике. Наша маска начинает его просто съедать процентным здоровьем. И помимо этого, когда цель находится под замедлением, урон еще больше становится. Естественно, вместе с рулаем, когда мы попадаем кушкой. На противника вешается замедление. Он находится под замедлением. И все это время на него значительно усиленно вот эта маска действует. То есть мы его не просто дамажим кушкой, а еще и процентом. Жгем, 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 жгем. При этом у нас еще увеличивается наносимый нами магический урон. Что очень важно. То есть мы становимся еще жестче. С каждым тиком. То есть больше и больше урона. И это работает и на маску в том числе. Но, грубо говоря, противнику уже тяжело от этого как-то отыграть. Можно там за одну кушку практически, там, не знаю, половину хпс снести в мидгейме. Это нормальный процесс. А как бы этих кушек, они дешевые. Она стоит 90. Минимальный кулдаун. Пару кушек попал. Все, там, тимфайт уже, считай, выиграл. Так. Хорошо. Лышаем. Опа, попал. Все, я ее скушал. Нормально. Ух, подхилился. Еле выхилился, ребятки. Ну, ладно, давай заберем блубаф тогда. Так. Хорошо. Блубаф забрали. Надо не забывать, что под ядом мы хилимся. И вот эта жабка чуть нас не убила. Если бы я сейчас сразу не раскистовался, она могла нас кушать. Поэтому нужно за этим как бы следить, мониторить. Вот. Мы сейчас собираем, естественно, Леандри. И поехали тестировать силу нашей маски. Хорошо. Взяли. Взяли, 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 взяли. Уже дэмэжи приятные, уже дэмэжи очень много. У нас замедло, которое помогает. Кстати, вот тоже комбинация была здесь интересная. Я через флэш дал станд противнику, да. Как это работает? Ну, она, кстати, не застанется, она успела прыгнуть. Но идея в чем? Мы сначала жмем ульт, и потом резко делаем флэш. Можно потестировать в кастомке. Работает очень круто. Противник не успевает ничего сделать. То есть ты как бы снимаешь анимацию самой ульты. Она довольно медленная. Вот этот звук, типа, озвучка, где она такая, аааа, типа, да, вот, аааа. Вот этого момента нет. Естественно, каст идет очень быстро. Противник просто такой, типа, чего, 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 почему так быстро? И не успевает задоджить никак. Вот, так что этим можно пользоваться. Ульт флэш называется комбинация. Так. Хорошо, дракончик. Ну, посмотрим, как мы сейчас дракончик сможем забрать в соло. Как видно, да, здоровья мы не теряем. В принципе, без проблем. Ой, подожди, Кайн. Это же не наш Кайн, ребята. Чё? У вас в триме расты? Я, я, я. Господи, что такое? Ребят, я сейчас на полном серьезе. Я был уверен, что это, ааа, типа, что это мой Кайн. Почему? Я не знаю. Вот это дисплей. Жесть. Вот это дела, да. Я в шоке. Я просто даже не... Ты видел, да? Я стану, забираю дракона. Вообще, никакие проблемы еще думают. А Чукань не помогает дракона-то забирать. Чё-то ко мне пристал. Потом ты меня доходишь, что это он в меня играет. Ё-моё. Ну, так вот, да. Такое тоже возможно. Ну, ладно. Ничего страшного. Смеялись. Зато сейчас затачим. Вот. Дали, так сказать, фору. Дракон-то хороший был. Красный. Но мы его не забрали. Эх. Печаль. Так. Там барон будет. Надо аккуратненько от него отыграть. Барончик надо, как бы, не потерять. Ну, вроде они его не берут. Нету даже способа забрать. Лесник пока что еще не подошел. Лесника можно встретить на реке. На реке, я думаю, заберем. Так. Попь пошла в него играть. Хорошо. Тоже еще один момент. Вэшка, как бы, можно за Кассиопею прокнуть, снять резисты с краба и гораздо быстрее его забрать. Угу. То есть, Вэшка работает как контроль. Как инструмент контроля. Так. Хорошо. Ставим пиквард. Ну, вот где-то сейчас тут мы засаду свою забахаем. Чтобы было красиво, да? Эх. Вэха-вэха. Не дотягивается. Вэха-вэха. Вэха-вэха. Давай-давай-давай-давай-давай. Ой, молодец. Ой, все. Вишку, увэ. И до свидания. Забрали. Слушай, ну вот это место на самом деле неплохое. Здесь можно... Да-да-да. Эх, я не достаю немножко. О, хорошо. Минус кайн. Ну, все. В целом забрали. Можно, я думаю, пойти сейчас забрать даже барона. Ну и закончить игру. Вот тут вот опасно. Противники стали драться зря. Я через стену накидываю. И они, естественно, ничего сделать не могут. Тяжело против КСАПИ отыграть. Так, забираем барончика. Кстати, дружище. Если тебе нравятся видосики. Если тебе нравится контент. Ставь лайк. Ты тем самым меня очень сильно поддерживаешь. Мотивируешь делать контент. Еще больше контента. Еще качественнее. Спасибо тебе большое. Мне очень приятно. Когда я вижу, что ты меня как-то поддерживаешь. Просто лайкосик. Уже знаешь, какое удовольствие получаю. Спасибо тебе. Так, нажали кушку. Нажали вышку. И забираем барона. Барона, барона. Хорошо. Барона забрали. Отлично. Теперь уходим на бэк. Нам надо бэкнуться. Нам нужна маска Леандри. Вот. Сейчас как раз таки у нас пойдет вот эта комбинация смерти для противников. Я уж не знаю, как они тут будут спасаться. Что они будут делать. Ну, это опасно, ребятки. Это реально опасная связка. Смертоносные. Смертельные. Так, никого здесь не видать, да? Ну, кстати, гоняют у нас Адакири. Я пока что пропушу здесь мидлейн. Да, особо идти смысла я не вижу. Так. Угу. Едем дальше. О, люкса. Посмотрим, сколько ей урона снесем. Эх, не попал кухонь. Не знаю, как нам тут посмотреть. Так. А, она знает, что я тут. Печаль. Ну, ладно. Так, зато мы можем сейчас петушков пока что забрать. Вообще, у нас барон. Нам нужно группиться по-хорошему, естественно. Нормально забрали. Что ребята не подходят, это зря, конечно. Так. Хорошо, забрали. Там пошел, пошел, пошел. Ай, больно. Во, все, сняли. Сняли мы с нее баньшу. О, пошла куха. Смотри, как выжигает сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Найс, отлично. Так. Хорошо. Хорошо. Но это, кстати, у нее еще имрез. Как бы не было бы имреза, мы бы вообще нормально вжигали. Поэтому можно будет собрать пинетру. Как вариант. Для того, чтобы еще больше урона наносить. И быть еще полезнее и сильнее. Ну, до свидания. Все, как бы не забываем, естественно. Под ядом ешки спамить. Без яда не стоит. Но он довольно слабо бьет. И маны очень много тратит. То есть ток под ядом. Как видно, проблем с маной нет. То есть при нормальной разыгровке в тимфайте мана остается. И все четко. Все в порядке. Так. Это лысый. Ждал, 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 ждал. Дождался. Опа, Кайн. Кайн. Бам, бам, бам. Пол хп нету. Еще куха полетела. Все, домой. Бедный Кайн. До свидания. Передавай привет. Так. Ага. Вот сколько урона Кассиопея. Взгляни. Ой, это Кассиопея люксия. Просто съедает люксу. Моментально. Так. Нам надо будет пенетру, значит, собрать. Пенетра это хорошо. Пенетра это отлично. Пенетра нас очень сильно обустанет в уроне. Но, наверное, Морелла на Микон будет даже поприятнее. Все-таки Морелла нам еще и рез с хила. Увеличит. То есть, если попали по противнику, он уже там не выхилится ничего. Даже базовый хил будет резаться. Следовательно, суммарно больше деможа мы нанесем. Поэтому Морелла это отличный вариант, чтобы все это дело дополнительно довести до ума. Сколько там урода, да? Это просто Вэшка, кстати. Это даже не Кушка. С Кушкой там вообще будет смерть. Так. Вэшке у Кассиопея стоять очень опасно. А выбраться из нее, опять же, очень сложно. Ну, а почему, собственно, Максиса Вэшка, да? То есть, Вэшку ты выдал и все, там, до свидания. Пол ХПС теряет противника моментально. Так. Нам сейчас нужно бэкнуться и пойти по топу. Мид-бот мы разнесли. Ну, сейчас бэкаемся. И, естественно, идем финишить. Ну, естественно, Морелла тоже дает АПшку. Это очень важно. АПшку Пенетрум. Перепутал. Пенетрум. Вот. Ну, и АПшку в том числе. То есть, мы собираем Морелла. У нас появляется дополнительно много урона. У нас появляется дополнительное пробивание. И в итоге мы еще сможем туда вот 100 взять. Грубо говоря, все это дело заполировать. Двести до ума. И вообще будет жесть. Там практически чистый урон. А сверху, если еще и шапку собрать, то вообще жесть. Вот тогда реально жесть. Ну, а посмотрим. Мы, может, не будем Пенетру дополнительную собирать. Там вроде не все покупают МРС. А против одной Арии, как бы, собирать Войт Став, это плохо, да? Поэтому Морелла будет лучше. Если бы там много ребят рашили с противлением магии, то, конечно, мы бы взяли Войт Став. Он бы был больше. Более профитный. Ну, как правило, если у противника хотя бы сотчики МРСа нет, в этом особо смысла нет. Ну, то есть, покупать Войт Став не советую. То есть, есть только уникальный какие-то момент, когда там уж прям... Опа, Кайн. Здравствуйте. Блин, чуть-чуть не попали, а? Ё-моё. Всё, до свидания. Кстати, есть одна интересная комбинация, которую я обязательно советую попробовать на Кассиопее. Это начинать с Ешки. То есть, мы даём Ешку, ЕС цель близко, она замедляется, после чего мы можем легко на неё положить Кушку и Вэшку и так далее. Ну, естественно, продолжать спамить Ешкой. Вот какая-то Кассиопея. Очень крутая, сильная, мощная. Братишки, надеюсь, тебе понравилось это видосик. Так, опять же, не забудьте подписаться, поставить лайкус, ну и побольше тебе побед, удачи в карточках, счастья, радости. И давай приходи на остальные видосики смотреть. Удачи, пока-пока.